Эксгумация проходила при участии представителя ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, а также трехстороннего координационного центра по прекращению огня. Вручную, используя лопаты, носилки и черные и белые пакеты, волонтеры выкапывали останки погибших солдат. В результате операции было извлечено по меньшей мере три тела, которые были осмотрены представителями Красного Креста и направлены в Донецкий областной морг для проведения судмедэкспертизы. Скорее всего, это три человека, пока предполагаем. Возможно, четыре. Судмедэкспертиза покажет. Сейчас мы доставим их на бюро судебно-медицинской экспертизы в Донецк. А дальше уже будем смотреть, если это тела военнослужащих ДНР, здесь будет процедура опознания. Если это украинская сторона, передадим на Днепропетровск. Когда будет передача тел, если это украинские? Это будет зависеть от судмедэкспертизы. Тела были извлечены из разрушений около зданий старого терминала, а также на взлетно-посадочной полосе. Опознание тела значительно усложняется тем, что с наступлением лета становится жарко, что ускоряет процесс разложения. Еще один важный вопрос, который пытаются решить члены трехсторонней группы при поддержке международных наблюдателей – это обмен пленными. Ожидается, что очередной обмен состоится на следующей неделе, хотя изначально он должен был пройти еще в марте, после отвода тяжелого вооружения. На следующей неделе говорят, что будет обмен пленными. Скажите, это правда? Пока не знаю. Сколько военнопленных сейчас находится? Не знаю. Андрей Лещинский, представитель координационного центра с украинской стороны, сказал, что доступа к украинским военнопленным на территории непризнанной ДНР не имеет. Информации о их состоянии получить не может, хотя неоднократно отправлял запрос в структуры непризнанной республики. Незаконно удерживаемые военнослужащие вооруженных сил Украины, которые находятся здесь, допуска к ним я не получил. Я не знаю. Ну, кроме того, кроме репортажей, которые я могу смотреть по телевизору, которые я видел раньше, когда еще допускали представители СМИ. Поэтому у меня нет информации. Ни та, ни другая сторона не располагает сведениями о том, сколько тела еще осталось под завалами Донецкого аэропорта. Эксгумация проходит медленно и эпизодически, так как некоторые районы аэропорта все еще заминированы, а сам аэропорт находится под обстрелами. В вопросе об обмене пленами также все еще много неясностей, так как точно их количество ни та, ни другая сторона не раскрывает. Екатерина Малафеева. Настоящее время. Донецк.